Здравствуйте! Меня зовут Порисенко Анна Александровна. Я педагог по сольфеджио Дворца творчества детей и молодежи Преображенский. Даже если вы недавно начали заниматься сольфеджио, вы наверняка познакомились с таким заданием, как канон. Давайте посмотрим, как правильно приступить к этому заданию, как разнообразить его и сделать процесс интересным. Канон – это многоголосное произведение, в котором один голос повторяет другой, вступая поочередно. Поначалу каноны изучаются двухголосные. Вот фрагмент канона. Вначале нужно посмотреть, какой в нем размер, и расставить счет. Итак, расставляем счет. Здесь размер две четверти, значит, в каждом такте у нас две четверти. Раз – и, два – и. Раз – и, два – и. Нужно расставить в каждом такте – раз и, два – и. Раз и, два и. Раз и, два и. И обратите внимание, по вертикали счет должен у вас совпадать со вторым голосом. Итак, а сверху мы расставляем с вами схему дирижирования. Схема у нас будет такая. От себя раз и сильная доля, и к себе два и. И стрелочки соответствуют схеме полностью. То есть, от себя и к себе мы расставляем в каждом такте на начальном этапе работы с музыкальным текстом. Расставляем до конца. Ну, у нас маленький фрагмент. А теперь мы с вами попробуем сыграть, продирижировать нашу схему и четко просчитать вслух. Итак, а теперь мы с вами играем, дирижируем и считаем четко вслух. Раз и, два и. 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 Если у вас получилось, вы можете добавить голос. Попробуйте спеть мелодию. Взяли дыхание. Но не старайтесь петь громко, старайтесь петь тише. Только так вы сможете контролировать высоту звучания вашего голоса, чтобы она совпадала со звучащей нотой. А теперь нам надо с вами почувствовать пульсацию каждой доли. Для этого мы с вами будем сейчас дробить наше дирижирование. Раз и, два и. Дробим по восьмым. Играем и поем. Но самый главный помощник нам это шейкер. Вот такой маленький у нас шейкер, который позволит нам услышать, сколько же у нас восьмых в четверти, сколько восьмых в половинке. Вы услышали, сколько у нас восьмых в четверти, две, в половинке четыре. А теперь давайте попробуем вместе с шейкером. Он нам будет помогать дробить по восьмым. Мы с вами споем через такт. Один такт мы играем, другой такт мы поем. Вот так. И если у вас получилось это задание, приступим к следующему, к еще более интересному. Один голос мы с вами играем, а другой поем. Выбирайте сами, какой голос вы хотите петь. Но обязательно дирижируйте. До, до, соль, соль, ля, ля, соль, фа, фа, ми, ми, ре, ре, до. И так далее. Ну, а если у вас и это получилось, тогда мы приступаем к упражнению пэш-э-де. Это означает петь, шагать, дирижировать. В музыке всего семь ступеней. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И все они перед нами. Вот мы их разложили перед собой. Что же нам нужно делать? Если мелодия идет вверх, мы идем с вами вперед по клавишам. Если мелодия идет вниз, то мы идем с вами назад. Если мелодия стоит на месте, то мы с вами топчемся на одном месте. И представьте себе, что вы своими ножками играете на клавишах. Настроимся. И обязательно дирижируем. И обратите внимание, на последней нотке я долго стою, потому что она длится. Если бы я приставила ногу, это значит, я добавила бы еще одну нотку. А теперь давайте мы с вами проверим, насколько прочно усвоена у нас мелодия канона. Для этого мы наложим на традиционный ритм канона другой ритм. Как бы поверх его. Вот такой ритм. Посмотрите, пожалуйста. И счет у него необычный. С дроблением раз, раз, и, и, два, и. И ваши ножки сейчас будут прошагивать ритм канона традиционный. А прохлопывать вы будете новый ритм. И если вы справитесь с мелодией, значит она у вас усвоена полностью. Итак, настроимся. Приготовились. Приготовились. Справились с заданием. Итак, сегодня мы прошли с вами 7 этапов освоения канона. И я желаю вам проверить на практике их эффективность. И чтобы сольфеджио было вашим самым любимым предметом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok